Приветствую, меня зовут Артем Перевушин, вы на канале по инвестициям на фондовом рынке. Это первое видео из серии, где мы обсуждаем новости насущные, экономически, российские. И сегодня на повестке дня стоит курс валюты. Вы видели, что доллар превысил отметку в 90, евро отметку в 100 рублей за единицу валюты. Об этом сегодня поговорим, что случилось, что произошло, на что это повлияет и как нам, как инвесторам, жить с этим, действовать дальше. В рамках этой рубрики я буду обсуждать все важные новости, которые происходят на российском фондовом рынке. Однако мне нужно какое-то время на адаптацию, поскольку если раньше я на российском фондовом рынке вообще не инвестировал, сейчас я начинаю это делать для того, чтобы продвигать тему финансовой грамотности на российскую аудиторию. Кроме российского рынка, в принципе, рынок для россиян по большей части закрыт. Но мне достаточно просто анализировать компании, поскольку как таковой фундаментальный анализ не отличается, что за пределами России компания оценивает, что внутри страны. Однако по новостям достаточно тяжело ориентироваться даже в том плане, что я не могу объективно оценить фундаментальные экономические данные. Например, я вижу, что уже несколько месяцев подряд официальный уровень инфляции, статистическая инфляция где-то на отметке в 3-4, даже в 2% находится. Очевидно, что это не отражает реальную суть происходящего в стране, но мне тяжело это объяснить, обосновать и какой-то комментарий дать по этому поводу. Поэтому я в том числе в первых выпусках такой рубрики буду и у вас, мои дорогие зрители, спрашивать некоторые моменты. Например, вот объясните мне, пожалуйста, что там по инфляции в России происходит, растут ли цены, падают ли цены, на какой уровень. Субъективное мнение напишите в комментариях к этому видео, потому что мне не очень понятны вот эти цифры. Да, я понимаю, что такое эффект низкой базы, и я понимаю, что примерно год назад в это время произошло падение курса доллара, вернее, рост курса рубля с отметкой в 120-130 до 50 рублей за доллар. Связано ли вот это отражение уровня инфляции в годовом исчислении с этими параметрами? Мне сказать сложно, ну, скорее всего, очевидно связано, да, но в какой мере и что ожидать дальше, какой уровень инфляции в стране, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. В частности, уровень ожидания инфляции на будущее где-то вот на отметке в 11% годовых находится. И мне, кстати, в связи с тем, что я расскажу в этом видео дальше, тоже не очень понятно, почему на такой низкой отметке находится инфляционное ожидание. Я, судя по другим показателям, ожидал бы инфляцию гораздо выше, но тоже мне субъективно тяжело это оценить, не находясь внутри страны. Окей, что ж, у нас по финансовым показателям в России, во-первых, Центральный банк держит ставку на уровне в 7,5% годовых, это достаточно низко относительно того, что мы видели год и там полтора назад, но чуть-чуть выше, чем в предвоенное время в России. Притом инфляционные ожидания начинают расти, видим вот этот всплеск типа там 11,1% инфляционных ожиданий, и есть вероятность того, что в будущем Центральный банк будет процентную ставку повышать. Не видел заявлений Эльвира Набиулина по этому поводу, что они там будут делать с процентной ставкой, но, по-моему, это очевидно, что в случае роста ожидания инфляции процентная ставка внутри страны будет повышаться. В моменты, когда процентная ставка внутри страны будет повышаться, в зависимости от категории людей, кто во что инвестирует, кто как в финансовом плане работает, это повлияет по-разному. Как правило, чем ниже процентная ставка, тем лучше для экономики в целом, тем лучше для инвесторов рынки, соответственно, растут и так далее. Но с точки зрения дивидендного инвестора, дивидендная доходность, она будет снижаться, поскольку активы, которые выплачивают там высокие дивиденды, они будут дорожать. Мы видим, как фондовый рынок России растет в последнее время, и, казалось бы, это предвещает, ну, либо, ну, несколько вещей предвещать, либо рост экономический, либо обесценивание национальной валюты, либо же падение процентной ставки. Я думаю, что о падении процентной ставки речи здесь не идет, опускать у них же 7,5%, как не опускали, так, скорее всего, не будут, тем более, что инфляционные ожидания растут. Экономика развивается на сколько и какими темпами оценить достаточно тяжело. Я думаю, что, ну, примерно то, что официально, да, она публикуется по несколько процентов, что экономика растет, восстанавливается, вернее, да, это сейчас нужно назвать, потому что в прошлом году она, естественно, упала. Ну, восстанавливается, наверное, она восстанавливается, но о каком-то росте фондового рынка, наверное, в этой связи речи не идет. Очевидно, что он растет на фоне обесценивания национальной валюты. То есть, мы, когда видим, что доллар растет, там, до уровня 90 рублей, это же значит, что компании, которые работают на экспорт сырья, которых в России достаточно много, они зарабатывают больше денег по рублях, а расходы несут они внутри страны в рублях. Соответственно, у них выручка растет, чистая прибыль растет за счет того, что расходы сохраняются на одном и том же уровне. И, соответственно, финансовые показатели их тоже за счет этого увеличиваются, соответственно, растет цена, инвесторы готовы платить за эти компании больше. То есть, если раньше была риторика того, что фондовый рынок России никак не связан с курсом рубля, то сейчас, скорее всего, связан еще как. И фондовый рынок, если получилось отвязать от курса национальной валюты в прошлом, то сейчас снова эта привязка наблюдается. И рост рынка просто связан с тем, что рубль обесценивается. Почему обесценивается рубль? Рубль обесценивается постольку, поскольку экономика слабая. Страна развивающаяся, валюта слабая, и падение курса рубля выгодно всем, включая тех, кто следит за динамикой валюты. В моменты, когда рубль, ну доллар, вернее, стоил 80, потом стал стоить резко 130, очевидно, такие резкие скачки никому не выгодны. И там быстренько рубль обратно прижали, продавая доллары, продавая евро, запрещая, там, вводя многие ограничения на вывод денег из страны, запрещая покупку долларов и так далее. Да, рубль удержали. Постепенно эти ограничения снимают. Вот. И мы видим, конечно, что сейчас юани, да, это с юанем связано, мы видим, что юани продают, типа, удерживая рубль на одном и том же уровне, но этого недостаточно, темпа продажи валюты, которые есть сейчас, их недостаточно для того, чтобы удержать рубль на одном уровне. Видно, что рубль, в принципе-то, никому и не нужен особо, и, очевидно, он будет падать. То есть, тенденция, там, допустим, того же доллара к рублю, она на дистанции будет расти. И если в прошлом, это всегда, на самом деле, происходило, да, но если в прошлом это происходило, ну, каким-то, там, темпом вот таким, сейчас мы видим, что гораздо более вертикально происходит падение рубля. И, скорее всего, примерно такими же вертикальными темпами оно продолжится и в будущем. С точки зрения человека, кто живет внутри страны, это, ну, не особо волнует. Вот, очевидно, что будет расти инфляция в связи с тем, что все, что завозят извне, будет дороже, поскольку рубль упал. Что-то стоило 100 долларов, но так же, потому что стоило 100 долларов, но просто доллары стоят теперь дороже в рублях. Очевидно, что все, что завозят, будет дороже. И моментальная инфляция по этим пунктам будет повышена. Плюс инфляция по всему, потому что внутри страны происходит, тоже будет повышаться. Со временем просто не нужно, на это будет больше времени. Но, с другой стороны, будут расти и доходы людей внутри страны, в национальной валюте, которая обесценится. Может быть, чуть меньшими темпами, но постепенно тоже доходы будут увеличиваться. Просто обесценивается валюта. Если вы находитесь вне России, вам, в принципе, без разницы. Если вы находитесь в России, вам, по большому счету, тоже без разницы, поскольку ваши доходы вырастут следой инфляции. Но, какой эффект физически вы можете ощутить, кроме того, что быстрая инфляция вырастет на те товары, которые импортируются внутрь страны? Вы, как инвестор, заработаете деньги. Потому что, куда бы вы ни вкладывали, при падении валюты, активы, которые выражены в этой валюте, они будут увеличиваться в стоимости. И как раз-таки это мы видим на фондовом рынке России. В моменты, когда валюта сильно обесценивается, инфляция сильно растет, будет расти еще и процентная ставка. С точки зрения инвестора в этот момент рынок будет негативно реагировать на то, что процентная ставка будет расти. Очевидно, рынок будет падать, активы будут дешеветь. И чем больше процентная ставка, тем сильнее будет дешеветь рынок. Это негатив. С точки зрения дивидендного же инвестора, кто хочет покупать активы и получать дивиденды. Например, я в рынках данного канала покупаю акции в дивидендный портфель. Это будет еще более выгодно, поскольку чем больше процентная ставка, это значит, что кредиты дороже. Это значит, что никто не будет их брать, никто не будет потреблять ничего в кредит. Будут выплачивать там все свои кредиты. И депозиты будут дорогими. По облигациям придется платить много. Соответственно, дивидендная доходность активов компании, например, которая торгуется на фондовом рынке, она подтянется вслед за процентной ставкой. Ну, вернее, дивидендов компания больше платить не начнет. Естественно, цены на акции этой компании упадут настолько, что процентная доходность по дивидендам, она поднимется вслед за процентной ставкой. Это следствие того, что вот я часто приводил такой пример раньше на канале, когда мы на эту тему обсуждали. Я приведу такой пример, что если у человека есть, не знаю, 10 миллионов рублей свободно, есть вариант, ну, хочет пассивный доход получать, есть вариант положить деньги в банк, получать проценты, либо купить квартиру, сдавать ее в аренду, получать с этого какой-то доход. И, например, что в банк он положит 10 миллионов, будет получать 50 тысяч рублей в месяц, что он купит квартиру, будет получать 50 тысяч рублей в месяц, разницы нет. Но как только процентная ставка повышается, уже выгоднее вкладывать деньги в банк, потому что больше доход, не нужно париться с поиском арендодателей, не нужно париться с ремонтом и так далее. Соответственно, спрос на недвижимость падает, цена недвижимости падает, спрос на активы эти падает. И цена недвижимости падает ровно до того уровня, пока не будет выгоднее вкладывать недвижимость, чем на банковский депозит. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? С точки зрения дивидендного инвестора выгодно обесценивание национальной валюты, раз. Высокий уровень инфляции вследствие этого повышения процентной ставки Центрального банка, два. Дивидендному инвестору это выгодно. Невыгодно. Рост валюты невыгоден тем гражданам, которые не занимаются инвестициями, а тем, кто инвестирует деньги, там, хранит их просто под подушкой, инфляция их просто съест, это очевидно, но в том числе это невыгодно тем, кто инвестирует по фиксированной доходности, типа, деньги в банковский депозит кладет, типа, покупает облигации с фиксированной доходностью, без защиты от инфляции. Для таких людей будет невыгоден рост курса валюты. Для всех остальных выгоден и для российского государства в том числе, поскольку расходы правительство несет в рублях, если доходы, там, нефтегазовые поступают в долларах, то в переводе на рубли по высокому курсу это будет выгодно. Соответственно, чем дольше текущая, там, политика будет продолжаться, тем дешевле, дешевле и дешевле будет рубль. Что-то вот типа этого. Если вы свою инвестиционную стратегию еще не подстроили под то, что рубль слабый, и чем больше времени пройдет, тем он будет слабее, самое время подстраивать свою стратегию под это. В момент, когда, там, рубль, доллар, я не был 80 рублей, стал стоить 120, я ожидал дальнейшего роста, ну, поскольку рубль никому абсолютно был не нужен, но это, там, паника была невыгодна российскому руководству, и быстренько-быстренько всеми возможными способами использовали просто все, что возможно. Рубль поддержали. Сейчас, как я уже сказал, постепенно его отпускают, и, ну, это придет к тому, о чем я говорил примерно в то время, если смотрели мой канал, вы это помните. Просто это растянется на длинный срок, это не будет таким резким взлетом до, там, 200-300-400 рублей за доллар. Это чуть-чуть растянется, но результат, в принципе, будет одним и тем же. Такая повестка в России сейчас, и вывод, какой из этого можно сделать, нужно инвестировать. Нужно инвестировать, пользоваться возможностями. Если вы всегда хотели купить квартиру, лучше брать ипотеку, пока ставки сильно не выросли. Пока можно взять, там, условно дешевые деньги, которые на дистанции обесценятся, лучше это сделать сейчас. С другой стороны, там, что происходит вообще на рынках сейчас? На, допустим, рынке недвижимости. Квартиры стоят овердорого. Но, учитывая дешевую ипотеку сейчас, учитывая, что мы понимаем, рубль будет обесцениваться дальше, ну, это более-менее плюс-минус. Я думаю, что цены даже оправданы. Я, как инвестор в недвижимость, понимаю, что, да, там какой-то пузырь образовался, но пузырь, по самому себе, может и не сдуться. Может и сдуться валюта, в которой этот пузырь выражен, и все к этому, в принципе, идет. Дивидендная доходность, вероятно, будет расти. Но это, естественно, все, что я сейчас рассказываю, не произойдет через неделю, через месяц. Это вот растянется на дистанциях в год-два. И к этому нужно быть готовым, к этому нужно подстроиться, сделать все, чтобы не потерять на этом деньги, а, возможно, даже и заработать. Подписывайтесь на канал, об этом я буду рассказывать здесь далее. Напомню, что по ссылке внизу есть рефералка на БКС, регистрацию у лучшего брокера в России, который представляет возможность инвестиций на фондовом рынке. Вы откроете по ссылке внизу себе счет онлайн за 5 минут, просто введя данные паспорта. Счет будет абсолютно бесплатным. И вы даже, когда начнете покупать активы на него, вы не будете платить никакой комиссии. Комиссия 0%, счет бесплатный, но только за покупку. Обратите внимание, что при продаже активов вы будете платить комиссию, как и у любого другого брокера. Но если вы будете продавать активы более чем на 250 тысяч рублей в месяц, просто купите себе тариф за 300 рублей, и вам будет выгодно пользоваться этим брокером. Даже в таком случае. Плюс, если вы заведете по ссылке внизу себе счет на БКС, за вами закрепится персональный менеджер Сергей, которого выделили на людей, кто регистрируется с моего канала. Я инвестирую через БКС, всех призываю инвестировать через БКС. Это лучший брокер в России, и его услугами нужно пользоваться. Небольшой комментарий в конце видео, что происходит вообще в мире. В мире побеждает инфляцию. То есть, в принципе, все приходит, все возвращается на круги своя, как и было в прошлом, недалеком, там лет 5 назад, может быть, 10. Инфляция побеждена практически. Ключевая ставка в Америке будет близиться к нулю. Рынки будут мировые расти. Единственное, что Россия теперь изолирована. Рубль еще более слаб, чем раньше. Каких-то рычагов, как рубль, курс рубля еще поддержать на том же уровне становится меньше. То есть, темпы обесценивания национальной валюты будут расти. Но в целом экономика, скорее всего, там мировая будет развиваться. Российская, скорее всего, будет развиваться тоже. Пока что не идет речи о понижении процентной ставки в Америке. Но ее уже не так сильно повышают, как в прошлом, недалеком. В ближайшие два квартала рынок ожидает на 0,25% повышения. Но, скорее всего, это будут последние повышения, поскольку инфляция уже практически побеждена. Рынки стреляют, рынки растут. Крипта тоже показывает признаки жизни. То есть, в целом, рынки разворачиваются после длинного вот этого медвежьего рынка. После длинного спада постепенно все начинает расти. Растет и российский фондовый рынок, выраженный в рублях. Выраженный в долларах он стоит на месте, где-то на дне. Но, возможно, и он тоже будет подрастать вместе со всем мировым фондовым рынком. Что ж, подписывайтесь на канал, будем следить за подобными новостями и как они влияют на российский фондовый рынок, на мировой фондовый рынок вместе. И будем продолжать инвестировать, двигаться к цели, добиваться финансовой независимости. Удачи! Ну, и не забывайте, что по ссылке внизу есть другие соцсети, где я появляюсь чаще, например, Telegram и Instagram. Можете отсканировать QR-код на экране и подписаться. Подписаться!